Доброе утро! Меня зовут Елена Тен, я психолог. В рубрике «Спокойствие, только спокойствие» отвечаю на ваши вопросы. Как научиться доверять наш сегодняшний вопрос? Но давайте разбираться. Доверие – это базовое чувство, которое формируется у нас в безопасности, в безусловном принятии любви, которое закладывается ещё в детстве. И если уж так вышло, что по каким-то причинам нам этого не дали, нам очень трудно выстраивать доверительные отношения. И самое обидное, что нам трудно доверять самим себе. Первое, что вам придётся сделать, это выстроить этот мостик доверия к самому себе, поверить, что ваши чувства, мысли, ощущения – отличная база для формирования вашего поведения. И ещё, именно доверие к себе и самоподдержка формируют вот это чувство безопасности, которое позволяет вступать в отношения. Если вы по любому поводу привыкли ругать себя, обижаться на себя, злиться на себя, то это доверие выстраивать тяжело и с собой, и с другими. Второе, нужно поверить, что идеальных людей не существует. И вы не идеальны, и ваши партнёры по общению тоже. Каждый из нас в общении стремится быть максимально совершенным, красивым, умным, добрым. Но, к сожалению, зачастую это фальшь, и нам трудно заходить в близкое общение, в искреннее общение именно из-за желания казаться хорошим. Поэтому, если вы оставите эту привычку и других будете призывать к тому, чтобы они вели себя максимально естественно, будет выстроить доверие гораздо легче. Следующий момент. Доверие – это контракт, который мы заключаем между собой и партнёром, негласный контракт на близость. Мы берём на себя полную ответственность, что в этом контакте нас могут ранить, нас могут обидеть, возможно, мы можем почувствовать злость, досаду и даже предательство. Но эта ответственность, эта взрослая позиция помогает нам строить доверительные отношения. И доверие, его формула, в этом смысле такова – открытость, помноженная на время. Мы понимаем, что мы заходим в контакты искренними, открытыми, но нам требуется время, чтобы убедиться в том, что этот человек достоин того, чтобы быть в нашем близком круге. Ну и ещё. Доверие – это такая единица, которую очень легко подорвать между людьми. И поэтому у нас зачастую не бывает второго шанса выстроить эти доверительные отношения. Если мы будем исходить из позиции того, что мы всегда стремимся к сотрудничеству и делаем любое общение полезным не только для себя и для партнёра, то мы перестаём манипулировать друг другом и перестаём пользоваться какими-то непопулярными стратегиями для построения отношений. Я желаю вам доверительных, искренних отношений. А задать свои вопросы вы можете в мой инстаграм «Тренер Лосева». Продолжение следует...